Научное сообщество придерживается мнения, что за ГМО стоит будущее без таких глобальных проблем, как голод и тяжелые наследственные болезни. Генетически модифицированные организмы позволят нам эффективно использовать энергоресурсы и станут новой органической пищей. В противовес этому, такие организации как Greenpeace призывают запретить посадку всех генно-инженерных культур, аргументируя это тем, что человечество уже стоит на пороге экологической катастрофы. Может, не стоит вмешиваться в природу? Что, если подобное вмешательство человека в естественное равновесие уже запустило ужасный сценарий вымирания нашего вида? Ученые называют подобные опасения безумными, ведь механизмы по производству ГМО являются ровесниками зарождения жизни на Земле, а наш вид манипулирует генетической информацией организмов уже 30 тысяч лет. В естественной среде выживают организмы, наделенные наиболее удачными для этого качествами. Породы одомашненных животных и растений выведены благодаря тому, что мы культивировали ошибки в геноме, которые однажды произошли в организме их предков. Многие из этих мутаций несовместимы с выживанием в дикой природе. Вряд ли пекинессу удастся выжить в среде обитания его предков – волков или диких собак. Некоторые из одомашненных тысячи лет назад культур были генетически модифицированы без участия человека. «Люди ели ГМО в течение тысяч лет, не зная об этом», – говорит вирусолог Ян Кройс. Сладкий картофель был модифицирован по крайней мере 8 тысяч лет назад, когда бактерии внедрили свою ДНК в диких предков сегодняшнего овоща, придав ему более сладкий, более съедобный вкус. Мы вмешались в природу, обеспечивая выживание мутантов, удовлетворяющих человеческие прихоти. Но идея целенаправленного изменения генома живых организмов для получения своей выгоды не принадлежит человеку. Производством ГМО-растений занимаются почвенные агробактерии. Для пропитания они занимаются настоящим биохакингом. Вооружившись специальными белками, бактерии протаскивают нужную последовательность ДНК в геном растительной клетки, изменив тем самым заданную ей программу поведения. Такой организм, получивший новый ген, называют ГМО или трансгенным. Вдохновившись этой идеей, ученые приручили бактерии, которые доставляют в растения гены, кодирующие белки, необходимые в сельском хозяйстве. Искусственный отбор, надежда на успех в поиске нужных мутаций сродни генной инженерии вслепую. Однако, современная генная инженерия дает нам возможность получения нужных признаков значительно быстрее, целенаправленно внося изменения в геном. Большинство ученых рассматривают трансгенез, перемещение генов между неродственными организмами, как шаг в истории селекции растений под руководством человека. Массовое беспокойство вызывает возможность ГМО негативно влиять на здоровье человека. Могут ли гены ГМО-пищи встроиться в наш геном? Во всем, что мы едим, есть гены. Человек съедает от 0,1 грамма до 1 грамма ДНК ежедневно. Следует понимать, что ДНК является универсальной молекулой, химический состав ДНК обычного и модифицированного организма идентичен. Дизайн организмов – это работа на информационном, а не на материальном уровне их устройства. Последовательность ДНК, как и жесткий диск – это физический носитель информации. Ген – это единица информации, достаточная для воспроизведения определенного качества организма, например, цвета. Грубо говоря, ген – это не последовательность ДНК, а ее смысл. В желудочно-кишечном тракте ДНК распадается под действием концентрированной соляной кислоты и ферментов. Так наш организм усваивает все сложные вещества, попадающие с пищей. Если бы последовательности ДНК из пищи встраивались в наш геном, то Homo sapiens давно бы начал заниматься фотосинтезом и питаться углекислым газом. Идея о том, что гены модифицированного организма могут встроиться в наш геном – миф. Но могут ли ГМО содержать токсины или аллергены? Генетический дизайн направлен на синтез несвойственных организму веществ. Различия в содержании питательных веществ связывают с токсичностью и риском развития аллергических реакций. К примеру, растения приобретают свойство синтезировать пестициды. В кукурузу линии Starlink был пересажен ген Cry9C для уничтожения гусениц. Для потребителя это может звучать несколько настораживающе. В 2000 году вокруг этого продукта разгорелся скандал, связанный со случаем тяжелой аллергической реакции. Грейс Бут пережила анафилактический шок. В поисках продукта-провокатора женщина прошла тесты, которые исключили чувствительность к распространенным пищевым аллергенам. Через некоторое время в поле зрения женщины попал новостной заголовок. Природозащитники обнаружили ГМО-кукурузу в лепешках бренда Taco Bell. И тут Грейс вспомнила, что в день госпитализации она ела лепешки этого бренда. В лепешках обнаружили следы белка, кодируемого геном Cry9C, содержащегося в кукурузе линии Starlink. И для производителя дело закончилось проигранным иском. Компания понесла убытки и была вынуждена отозвать продукт с рынка. В 2006 году Всемирная организация здравоохранения пришла к заключению о том, что в соответствии с результатами исследований Starlink может входить в рацион аллергиков, потому что кукуруза не содержит аллергенов. То есть компания проиграла иск по причине правового регулирования, поскольку в начале века Starlink была зарегистрирована только как кормовая культура, а для употребления в пищу человеком ее одобрили только в 2015 году. На самом деле проверка продуктов питания на наличие потенциальных аллергенов являлась обязательным условием для выхода на рынок еще до появления ГМО-продуктов. Ни один продукт не может получить разрешение для выхода на рынок, если он содержит белок, потенциально являющийся аллергеном. В 1996 году исследователи обнаружили, что содержащийся в генно-модифицированной сои белок является основным аллергеном бразильских орехов, из-за чего продукт не был одобрен для рынка. Все уникальные ГМО-продукты заносятся в базу данных Allergen Online, которая используется пищевой промышленностью и регулирующими органами для оценки потенциальной аллергенности новых белков и ГМО. В перспективе технология ГМО поможет нам преодолеть сложные проблемы безопасности пищевых продуктов. Ученые смогут создавать еду для аллергиков. Удаляя определенные гены можно очистить продукты питания от аллергенов на генетическом уровне. В последние десятилетия генная модификация растений помогла сократить использование синтетических инсектицидов, например, фосфатов. Исследования показали, что длительное употребление даже небольших количеств этих токсинов негативно сказывается на здоровье человека. К сожалению, синтетические пестициды одинаково токсичны как для вредителей, так и для людей. Идеальный синтетический пестицид. Ядовитый для вредителя, но безопасный для человека, еще не разработан. Альтернативой как раз-таки являются нехимические формы борьбы с вредителями. Например, генная модификация растений. В отличие от химических пестицидов, белки генно-модифицированных растений не ядовиты для млекопитающих. Вредители умирают потому, что белок связывается только с теми рецепторами, которые характерны исключительно для данного вида насекомого. В 2013 году были опубликованы данные о том, что после перехода фермерских хозяйств на генно-модифицированные сорта овощей, количество вредителей снизилось на 80%, что увеличило доход фермеров, благодаря сокращению расходов на покупку инсектицидов. А здоровье фермеров улучшилось. Исследования серолини показали, что ГМО могут нанести серьезный вред. Наиболее скандальные исследования ГМО принадлежат французскому ученому Жилю Эрику Серолини. В 2012 году в научном журнале были опубликованы результаты исследований, в которых ученый продемонстрировал канцерогенное и токсичное влияние ГМО на крыс. Статья вызвала широкий резонанс и даже мотивировала запретить ввоз многих ГМО-культур на территорию Российской Федерации. Но его исследование вызвало и много вопросов. В частности, по какой именно причине серолини выбрал для эксперимента ту самую линию крыс, которую специально вывели для изучения опухолей? 10 из 10 этих крыс неизбежно заболевают раком. Их покупают специально только для тестирования эффективности химиопрепаратов. Статья сопровождалась рекламной кампанией против ГМО и фотографиями крыс с большими опухолями. Ученые и регулирующие органы по всему миру раскритиковали автора и его методологию исследования. Журнал был вынужден отозвать статью, а на самого серолини обрушился шквал критики со стороны специалистов. За редкими исключениями, научное сообщество отклонило основную часть работ серолини и призвало к более строгой системе рецензирования в научных журналах. Его исследования в открытую финансировались в частности пищевой промышленностью и брендом товаров для здоровья веган. Ученые, которые проверяли результаты экспериментов француза, в течение 30 дней сравнивали общее состояние здоровья крыс, рацион которых состоял из ГМО с контрольной группой, получающих рацион из обычных овощей. Несмотря на массовое употребление генно-модифицированного картофеля, помидоров и сладкого перца, эти исследования не показали никаких различий в состоянии здоровья животных. Различия также не были обнаружены даже при микроскопическом исследовании срезов ткани печени, сердца, почек и репродуктивных органов крыс из всех наблюдаемых групп. За три десятилетия, прошедшие с момента введения ГМО-культур, было проведено более двух тысяч научных исследований, сравнивающих влияние традиционной пищи с генетически модифицированной. Ссылаясь на их результаты, Американская медицинская ассоциация и Всемирная организация здравоохранения пришли к выводу, что генетически модифицированные продукты безопасны для потребителей. Безопасность выращивания и употребления генно-модифицированных культур – это научно доказанный факт. Консенсус среди ученых заключается в том, что генетически измененные культуры представляют не больший риск, чем те, которые получены с помощью традиционных методов селекции. С ГМО связан еще один парадокс. Большинство современных достижений в области биомедицины полагаются на те же инструменты молекулярной биологии, которые используются для создания генетически модифицированных организмов. Потребители привыкли слышать о ГМО в пищевых продуктах, но многие не знают о роли ГМО в медицине. Инсулин, применяемый с 1982 года, синтезируется трансгенными организмами. Однако данный факт введения ГМО в организмы большого количества людей так и не вызвал массового ажиотажа, несмотря на то, что общественная позиция к ГМО остается сильной. Инсулин – лекарство, а не прихоть, скажете вы. Но что насчет золотого риса? Он отличается от обычного тем, что содержит витамин А. Работая над решением проблемы дефицита витамина А, ученые привнесли в рис генкукурузы, отвечающий за выработку этого витамина. В 2000 году для борьбы с дефицитом витамина А в регионах, где рис является основным и зачастую единственным продуктом питания, был начат проект Golden Rice. От дефицита витамина страдает более 140 миллионов детей дошкольного возраста в 118 странах и более 7 миллионов беременных женщин. По оценкам ЮНИСЕФ, 1,15 миллиона случаев детской смертности в год обусловлены дефицитом витамина А. Природозащитники же активно выступали против витаминизированного ГМО. В августе 2013 года 400 протестующих разбили заборы вокруг полевого испытания на золотом рисе на Филиппинах и выкорчевали растения. Так выразили свое мнение, кто бы вы думали, Greenpeace. В июне 2016 года группа из 110 ученых, лауреатов Нобелевской премии, написала письмо, в котором критиковала Greenpeace за его кампанию против ГМО, особенно за ее усилия по блокированию золотого риса. В 2018 году были получены первые одобрения риса в качестве продукта питания в Австралии, Новой Зеландии, Канаде и США. Зеленые около 18 лет фанатично преследовали проект с целью замедлить процедуру регистрации. В общественную зону обеспокоенности опасностью применения ГМО входит исключительно сельское хозяйство. В то же время, вне зоны доступа природозащитников находятся фармпрепараты, производимые под той же технологией. Может ли большинство ошибаться? Люди испытывают отвращение от вида обработанных картинок, изображающих отвратительные овощи, выдаваемые за ГМО. Чаще всего на этом отвращении выгодно играть для устранения конкуренции на рынке продуктов питания. В ходе эволюции инстинкт самосохранения развил в нас способность интуитивно избегать испорченной еды. На заре человечества интуиция, как система для принятия быстрых решений, помогала нам выживать. Она полезна, если вы столкнулись с хищником или врагом. Чем больше информация соответствует нашим интуитивным ожиданиям и страхам, тем легче ее усвоить. Но интуиция становится врагом, когда речь идет о принятии рациональных решений. Активисты и их массовые кампании против ГМО не раз были уличены в том, что они финансируются производителями удобрений и так называемой органической продукции. Общество тормозит разработку правовой базы для импорта и выращивания генно-модифицированных культур в Африке и Азии, что в свою очередь оборачивается трагическими последствиями, унося тысячи жизней ежегодно. Человечество съедает почти 5 миллионов килограмм пищи ежедневно, и это количество возрастет на 70% уже в не таком далеком 2050 году. Мы можем вырастить эту пищу, продолжая вырубать все больше лесов для создания полей и пастбищ, заливая их огромным количеством инсектицидов. Но не разумнее ли получить больше выгоды, используя технологию, способную решить проблему голода? Выращивание ГМО стало новым органическим земледелием. Однажды мы посадим деревья, излучающие свет вечером. В будущем геном человека станет доступен для редактирования ошибок, приводящих к заболеваниям. Вероятно, на Марсе появится жизнь, созданная нами. То, что изначально создавалось как экосистема для первых межпланетных экспедиций, однажды начнет заселяться первыми марсианами и станет настоящей инопланетной цивилизацией. Генная модификация – это инструмент, который есть у нас уже сегодня, пределом использования которого является только наше воображение.